Масса печи 140 килограммов. Попотели изрядно, а вот зачем нужны внутренние, я так и не понял. Здравствуйте, дорогие зрители канала Форнаксфильм. В ассортименте компании Форнакс появилась новинка от новосибирского производителя, компании Типлодар. Это печь Верона, отопительная чугунная печь, массой 140 килограммов, до 200 кубических метров она отапливает помещение. Давайте сейчас посмотрим, насколько там все действительно мамма миа, или может быть все-таки есть Пикколо Фастибио, как говорят итальянцы. Разработка не новая, в течение двух лет отваживали производство в компании Типлодар для того, чтобы выпустить эту печь на рынок. Первые образцы мы с вами уже увидели, когда нас приглашали на съезд дилеров компании Типлодар. Именно там мы впервые увидели эту печь. Что изменилось в конструкции с того момента, давайте сейчас выясним. У печи Верона очень красивая дверца. Стекло спрятано за вот таким вот переплетением фигур. Поверхность самой дверцы текстурирована необычным рисунком. Очень интересная ручка, очень удобная. Она выступает несколько перед корпусом печи, поэтому явно нагреваться сильно она не будет. Сама дверца огромная, практически во весь размер фронтальной части печи. За ней скрывается объемная топка, глубина топки 54 сантиметра, поэтому топить ее можно полноразмерными дровами. И, кстати, дрова это единственное топливо, которое допускается использовать в этой печи. Стенки имеют сквозное оребрение, но внешние стенки, понятно, имеют ребра для того, чтобы помогать излучать тепло от раскаленных стенок топки. А вот зачем нужны внутренние, я так и не понял, потому что особой роли при нагреве корпуса печи они не играют. Зачем они нужны? Напишите нам в комментариях, если у вас есть идеи на этот счет. Также, когда мы вскрыли печку, увидели, что у нее есть фигурный пламяотбойник. Пламяотбойник уже на заводе вставлен. И для того, чтобы не сместился при транспортировке, он посажен на термостойке герметик. Так что убрать его в случае чего будет довольно проблематично. Ну и в принципе это особо не требуется, потому что с помощью съемных колец верхней плиты можно без труда эту печку почистить. Имеется очень удобный доступ ко всем уголкам пламяотбойника. Кстати, если бы на заводе убрали бы внутренние ребра этой печи, на мой взгляд не особо полезные в данной конструкции, то может быть она и скинула бы несколько килограммов, и тогда чуть проще было бы с этой печью оперировать при подготовке ее к установке. Именно с массой печи связаны у нас были некоторые особенности. Печь поставляется на небольшом поддоне в разобранном виде, как выяснилось. Ножки печи и корпус ящика зольника помещен внутрь печи и предстоит самостоятельно их установить перед тем, как печь поставить на пятистал и подключать ее к дымоходу. Масса печи 140 килограммов. И довольно проблематично установить одному ножки к этой печи и ящик зольника. Приходится постоянно кантовать печь, укладывать ее на бок для того, чтобы сначала одни ножки прикрутить, затем вторую пару. После того, как печь поставили на ноги, нужно будет прикреплять еще и корпус ящика зольника. Попотели изрядно, но тем не менее печь собрали, установили и приставляем на ваш суд. На верхней поверхности печи можно приготовить вкусные блюда. Раскаляется она до температур свыше 500 градусов при интенсивном горении. Можно также снимать кольца и использовать специальную посуду для приготовления пищи на открытом огне. Также на верхней поверхности печи есть заглушка, которую можно снять и на ее место перенести с тыльной стороны печи патрубок для подключения к дымоходу. То есть в два варианта подключения у печи с тыльной стороны печи и также сверху. Интенсивность горения регулируется открытием ящика зольника. Причем сделали еще интересные выемки по бокам у ящика зольника, так что в принципе особой тонкой регулировки наверное не получится. Печь очень мощная, поэтому всегда будет работать в довольно мощном режиме. То есть даже малейшее открытие ящика зольника приведет к тому, что в печь начнет поступать огромная масса воздуха и печь перейдет в режим довольно интенсивного горения. На верхней части дверцы есть еще и регулировка для очистки стекла. То есть с помощью вот этой рукоятки можно открывать и закрывать заслонку, если стекло закоптилось, чуть приоткрыли. И уже языки пламени обожгут поверхность стекла, сделают ее более чистым. Кстати, обратите внимание, редко удается гармонично вписать производителям инородные предметы в конструкцию печи. Здесь используются обычные мебельные ручки для регулировки положения верхней заслонки. И также ручка используется еще для ящика зольника. Но смотрятся они вполне гармонично и не вызывают никаких вопросов. Очень интересную фразу я увидел в руководстве по эксплуатации печи, объясняющую, что ножки съемные у печи для того, чтобы впоследствии можно было их заменить. Я предполагаю, что компания Теплодар готовит какую-то коллекцию аксессуаров для этой печи, для того, чтобы можно было ее видоизменять. То есть, можно было бы ввинять, к примеру, высоту печи, либо же, может быть, использовать какой-то декоративный короб, на который устанавливается эта печь. Так что давайте следить за развитием этой линейки. Быть может, нас ждет что-то очень интересное. Но также, возможно, нас ждет появление меньшей модификации печи. Может быть, нас ждет еще и веронка. Ну, а если серьезно, то печь получилась очень интересная, стройная, симпатичная. Все отлито довольно качественно, насколько это визуально можно оценить. Печь невероятно тяжелая и мощная. Мы очень рады, что в магазинах Форнакс появилась еще одна интересная печь. Так что ждем гостей. Обязательно приходите. Итак, друзья. 140 килограммов чугуна. До 200 кубических метров от отрыва помещения эта печь. Толщина чугунных стенок минимум 10 миллиметров. Составит ли она конкуренцию своим ближайшим соперникам? Давайте выясним вместе с вами. Если вы хотите увидеть сравнение этой пищи с ближайшими конкурентами, напишите нам в комментариях. А также не забудьте подписаться на канал Форнакс Филм и наши социальные сети. Только так вы узнаете о поступлении свежих горячих новинок в наши магазины. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч, друзья. Счастливо! До скорых встреч! До скорых встреч! Продолжение следует...